В субботу на рассвете в Нижнем Тагиле Новогонке в Алтайском микрорайоне или на Алтайке, как его называют местные жители, произошла вторая за неделю крупная коммунальная авария. На этот раз лопнула труба старой магистральной теплотрассы почти метрового диаметра. Хлынувший кипяток в считанные минуты превратил Ленинградский проспект в полноводную речку, над которой повис густой туман, как в парилке. Чуть позже коммунальщики уточнили, что порыв произошел в окрестностях 17-го дома на теплотрассе ДУ-800, цифра на конце которой, как нетрудно догадаться, соответствует диаметру лопнувшей трубы с кипятком. Обитатели вагонки, естественно, возопили. Доколе будет продолжаться эта коммунальная свистопляска? Ведь ровно неделю назад, 9 декабря, в лютые холода под минус 40, там же на вагонке на перекрестке улиц Окунево энтузиастов, лопнула магистральная труба с кипятком полуметрового диаметра. Около 11 тысяч жителей в прошлую субботу почти сутки мерзли в холодных квартирах домов, некоторые из которых из залопнувших радиаторов и стояков превратились в ледяные дома с заиндивевшими фасадами и, в конец, отмороженными балконами. К счастью, на этот раз такого морозного экстрима уже не было. После длительной откачки воды, наконец-то, вышли на место утечки и авария в трубопроводе. То есть, это позволило подключить два дома, которые были отключены к стеклу. В текущий момент все дома у нас находятся стеклом на циркуляции и город Эрго начинает устранение. Мэр города Владислав Пинаев оперативно отчитался перед губернатором о ликвидации последствий коммунальной аварии. О том же самом чиновник еще в субботу сообщил на своей страничке в соцсетях, информировав о ликвидации порыва и уточнив, что Горэнерго-НТ заполняет систему и тепло вот-вот вернется в квартиры. Жители Алтайки сообщили о том, что действительно к 11 вечера на Ленинградском проспекте стало тепло. По словам градоначальника, череда аварий новогонки на магистральных теплопроводах, проложенных в 70-х годах прошлого века, говорит о том, что власть не зря. Этим летом начала капитальную реконструкцию старой системы теплоснабжения. И в грядущем году инвестиции в коммуналку новогонки будут еще больше.